Привет, я Стас Давыдов. Сегодня 10 января. Международный день трезвости. Ладно, это я выдумал. Какой может быть день трезвости между Рождеством и Старым Новым Годом? Но я хотя бы попытался вытащить кого-нибудь из синей ямы. А первое видео прислал Фредски. И оно называется очень просто. Победитель по жизни. Мне ли вам объяснять, что это сарказм? В субботу на Курганской лыжной базе Динамо в 10 часов стартует заключительный этап турнира за Кубок области по лыжным гонкам. Человек упал на самом старте. Его в этот момент снимала камера. Это видео показали по телевизору. Оно попало в интернет. Я обозрел это и теперь у него будет еще больше просмотров. Реально ли для лыжника опозорится еще больше? Хотя кто знает, что там осталось за кадром. Может к нему подбежал снежный человек и обоссал. Тиринь-тинь. Тиринь-тинь-тинь. 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 Что стартует заключительный этап турнира? Да ладно вам ржать. Это просто кольцевая гонка и он сразу же упал на финишную линию, ну, чтобы получился красивый фотофиниш. Ну или самую малость не угадал со смазкой. Могло бы идти хуже. Он ведь мог оказаться биатлонистом. В падении у него бы выстрелила винтовка и в итоге упало бы два спортсмена. А, да. На старт. Внимание. Вы страусы. Ха-ха-ха. Ты победил, вы двое проиграли. Разгадка проста. Это все холодный, подлый и скользкий снег. Вот на травяном покрытии такого бы не случилось. И это хорошо. Второе видео прислал Пердоби. Гусиное цунами у нас уже было. А вот лебедей-серферов еще не было. Исправляемся. Ох уж эти гадкие серфята. И почему я до сих пор не вижу заголовков? В Австралии очевидцы запечатлели сразу четырех лохнесских чудовищ. Да, видео из Австралии, так что лебеди-серферы это нормально. На этом маленьком континенте вообще вся фауна через жопу. Не удивлюсь, если они еще и сумчатые. В прошлой жизни они реально были серферами, но потом их накрыло волной, и они переродились в черных лебедей. Можно какой-нибудь гей-балет поставить по мотивам. Лебеди же всегда живут парами. Только, боюсь, для России серфящие лебеди это как-то непонятно и чуждо. Вот если бы лебеди пили водку, матерились и дрались, это вызвало бы интерес. А потом их всех убил сумчатый скат. Это же Австралия. Нет-нет, на самом деле все нормально. Они просто покатались немножко и полетели домой в родное Нижнее Подзатворожье. И это хорошо. Я тебе видео прислал Римотти. Это очередной музыкальный шедевр из разряда гимн моего ПТУ. Собственно, это и есть гимн ПТУ. За Волжского. Я учусь здесь третий год на сварное дело. За любую работенку я берусь осмело. Как мотивирует. Я только начал смотреть и уже захотел все бросить и пойти куда угодно, только бы не слушать этих музыкальных ПТУшников. Энтузиазм на их лицах во время припева говорит о многом. Так же, как вот эта полная энтузиазма фраза про учебу. Да, иногда лучше варить, чем петь. Хотя, знаете, вот стану сварщиком, буду такой весь с накачанным торсом в расстегнутом комбинезоне сексуальным телочкам машины ремонтировать. А что, я фильмов много смотрел, сварщики только этим и занимаются. Нет? Трубы ремонтировать научился сваркой. Ровный шов не положить, как чай попить за варкой. Друзья, посмотрев этот клип, я понял, что живу не так. Брошу эти обзоры, пойду учиться на сварщика. Да ладно, конечно, я не уйду. Зачем мне столько бабла? Меня же убьют и ограбят. Там такая кипа денег в клипе. Все, кто хочет денег много получать, сварщиком, конечно, пусть мечтает стать. Если долго смотреть на сварку, то могут быть проблемы со зрением. А если долго смотреть этот клип, могут быть проблемы с психическим здоровьем. Для практических занятий тренажер купили. На занятия все бегут, покурить забыли. Новый классный тренажер для сварки, 3D-маски, никакой запарки. Симулятор сварщика! Симуляторы я люблю. Нет, точно пойду к ним учиться. У них там даже девушка-сварщик есть. У машины дно сварись, я могу умело. И подсвечник мне под силу, вот такое дело. А теперь припев, который почему-то не заканчивается на дружной гурьбою, на панели идут. Девушки, которых не взяли в институт, знаете, что и сварщицы здорово живут. Женщина должна борщ варить, а не швы. А швы шить, а не варить. Вот. И это хорошо! На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк, видео на обзор сюда. Свои это хорошо присылайте к нам на Яндекс.Почту. До вторника. Я обожаю интернет! Ну, могут быть проблемы с психическим здоровьем. Что такое? Не удивлюсь, если я приеду в Австралию, у меня сумка вырастет.